Продолжение следует... Доброе утро всем! Бытует мнение, что бездомные, мол, все сами виноваты в том, что с ними такая вот история приключилась. Другие утверждают, что это виновата система. Я пришел к выводу, что истинно где-то посреди. И среди этих людей есть те, кто хочет, может и должен вернуться к нормальной жизни. Им надо помочь. С 2009 года обнаружилась болезнь, у меня рассеянный склероз. Когда нормально все было, работал все, там куча звонков, ну, все как всегда, да. И как только началась данная ситуация, в которой я сейчас нахожусь, да, пропали все. Вообще очень странно, у меня до сих пор очень странно. Меня похоронили в 91-м году родственники. В неизвестной утопленнице опознали меня. Дом сухой, бревенчатый. Он же горел, как пора. Судьба каждого человека. Вот они обращаются, допустим, и мы пишем, какого года рождения, какая у него проблема. Ну, жалко их, понимаете? Вот просто, чисто по-человечески. Если не поможешь, ну, а кто поможет? Я выполняю функции охраны. Ну, знаете, было время разбрасывать камни, а потом пришло время собирать. В этом году у нас в приюте побывало уже 140 бездомных инвалидов. Условия пребывания здесь – это абсолютная трезвость. Минимальный срок занимает два с половиной месяца. Но максимальный срок я назвать не могу. У нас люди живут годами. Вся наша работа связана с сотрудничеством и взаимодействием. Мы взаимодействуем и с общественными организациями, и с государственными организациями. Мы стараемся, чтобы просто люди чувствовали себя как минимум в безопасности.